Добрый день, меня зовут Анна Маранц, я фотохудожник. Это две мои работы из серии «Московская зима». Я снимаю относительно недавно, примерно 4 года. В ноябре месяце я была приглашена в Москву, в институт культуры и фотографии, где давала лекции по мультиэкспозиции, по фотографии для фотографов и режиссёров для курса. Я снимаю в технике мультиэкспозиции, это очень интересная техника. Фотографии получаются немножко другие, особенные. Вы можете это увидеть, как будто бы наслаивается одно на другое, и это получается как будто бы движение, и какое-то время и пространство мы можем ощущать. Я снимаю и в обычном режиме фотографии, но я делаю мультиэкспозицию прямо из фотоаппарата. Это при съёмке двух кадров, накладывание один на другой. Я начала снимать уже в Израиле 4 года назад, чисто случайно, когда мои первые фотографии увидел Михаил Левит, знаменитый фотограф. Он помог мне, я взяла несколько мастер-классов, и после этого я пошла своим путём. Именно таким я вижу так, так я чувствую. И как я всем говорю, что фотоаппарат – это продолжение меня, это продолжение моей души. Все мои фотографии – это мои ощущения в жизни, это иллюстрации к моей книге жизни. И я всегда снимаю так, как я чувствую. А тяжело снимать в такой технике? В принципе, надо знать досконально фотоаппарат. Вы кончали какие-то курсы, или это можно действительно постигнуть самой? Это всё можно постигнуть самой. Я нигде не училась. Единственное, что я училась по фотографиям знаменитых фотографов и художников. Я сама по образованию историк, закончила два года, изучала историю искусств. Я очень люблю живопись. А где вы изучали? Я изучала в Петрозаводском университете и в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. А сами вы из Латвии? Да, я приехала из Латвии, и мы приехали в 92-м году сюда. И я не была в России почти тогда 27-28, почти 30 лет. И вот первое мое посещение Москвы, зимой, произвело на меня такое глубокое впечатление. Впечатление очень хорошее, что оставило в моей душе такой след. И вот появились эти фотографии. Самое интересное, что вы, не кончавшая курсы, но постигшая и добравшаяся до какой-то истины, какой-то изюминки фотографии, сами стали давать лекции. Вас пригласили именно для прочтения курса лекции по этой технике. Именно по этой технике, да. Потому что я считаю, что знание техники, знание фотоаппарата, знание основ фотографии – это замечательно. Но это еще не говорит о том, что можно снять какие-то фотографии. Когда фотографии нет души, то это не фотография, на мой взгляд. И именно каждый человек должен снимать так, как он хочет, то, что он хочет. И вот когда я это поняла, то я начала делать фотографии близкие именно мне, и которые нравятся мне. И я очень их люблю, и я очень довольна. У вас есть городские пейзажи? У меня в основном архитектура. У вас еще в копилке творческой филе? По фотографии, по фотографии, именно мультиэкспозиция. У нас была выставка, у меня была выставка «Киев, Израиль, Киев, Украина, Израиль». Именно двойной взгляд, взгляд двух стран. Как у вас возникла идея этой выставки? Меня просто увидел один украинский фотохудожник, заинтересовался моими работами. А вы помните фамилию? Валерий Лещинский. И мы с ним вместе сделали, он тоже работает именно в такой технике мультиэкспозиции. Мы с ним сделали фотовыставку. И вот я участвовала потом еще в многих конкурсах. Я очень люблю абстрактную фотографию, я очень люблю минимализм. И именно вот эта фотография, арт, искусство – это мое. Есть еще один очень знаменитый, мы в Санкт-Петербурге сейчас фотограф, Геннадий Блохин, который является моим, так сказать, учителем духовным. Именно его фотографии подвигли меня на такое творчество. Очень интересно. Спасибо и успехов. Спасибо вам.